Всем привет! Начинаю новый влог. Стало сегодня поздно, полдвенадцатого. Сегодня 21 февраля. Легким движением руки собираем постельку. Готово! Вот здесь у нас такой бугорочек. Как вы думаете, почему образовался этот бугорочек? Я помыла голову. Кстати, сделала легенький макияж. Сейчас буду снимать мукбанг и наношу масло. Обычно это масло от понтин, но оно закончилось, поэтому у себя в закромах я нашла вот такое масло. Всегда наношу его на кончики волос после того, как помыла голову. Совсем чуток просто капельку беру и вот так вот прохожусь по кончикам. Обязательно только по кончикам волос. Таким вот образом. Благодаря этому маслу ваши кончики не будут ломаться, сечься. И это позволит вам быстренько отрастить длинные волосы. Потому что обычно у всех какая проблема? Отсюда они видят, что волосы растут, а длина не меняется. Поэтому кончики обязательно нужно увлажнять. Ну не знаю, в моем случае этот способ работает просто на ура. У меня раньше волосы всегда были до груди. И ниже они не спускались. Вот где-то вот посюда у меня всегда были волосы. А я хотела именно ниже груди. И я вот начала пользоваться маслом на постоянной основе. То есть в неделю где-то два раза стабильно. Сейчас я буду снимать мукбанг. Но этот мукбанг вы увидите чуток попозже. Потому что он будет с рекламной интеграцией. Мне нужно еще отправить на одобрение. Это все занимает немножко времени. И вообще у меня сроки поджимают. Моя девочка-менеджер, мне кажется, скоро придет ко мне домой. И просто вот так вот будет меня трясти. Что когда? Когда будут готовы материалы? Алло. А еще сегодня мы с мамой должны были поехать и купить ей платье и туфельки. Просто на улице сегодня ужасная погода. А у нас есть время. Свадьба 25 числа. И поэтому, я думаю, можно перенести эту нашу поездку. Например, на завтра или на послезавтра, когда будет погода лучше. Мама меня несколько дней уговаривала вместе с ней пойти на свадьбу. Но, честно, эти мероприятия мне совершенно не интересны. Кое-как ее уговорила. И она все-таки идет одна. И, слава богу, я просто ее отвезу и потом привезу со свадьбы. А вообще, когда я смотрю на вот эти все пышные свадьбы наших родственников, знакомых, честно, я бы такое не хотела. Вот у меня в идеале просто пойти расписаться в ЗАГСе в белом платье. И потом полететь куда-то отдыхать. То есть, особо такого, знаете, желания праздника, суперпышного платья, супердорогого кольца у меня, честно, нет. Возможно, это связано с тем, что я хорошо зарабатываю. Я, по идее, могу и кольцо сама себе купить. И это мероприятие тоже, если честно, мне кажется каким-то бессмысленным. Потому что ты зовешь на свою свадьбу очень много людей, которым потом ты должен сходить тоже на свадьбу и тоже подарить деньги. А зачем это все нужно? В этом во всем обороте, мне кажется, выигрывают только хозяева ресторанов, и они наполняют свои карманы. Я, конечно, не знаю, как там сложится. Возможно, я влюблюсь в человека, и для него этот день будет очень важен. И мы будем наоборот, он как девушка, я как парень. Обычно парням это все не надо, а девушки наоборот хотят. Если он скажет, что, блин, я хочу пышную свадьбу, хочу много гостей и так далее, я, естественно, уступлю и скажу, окей, дорогой, если ты хочешь, будет как ты скажешь. Ну а так, по большому счету, вот честно, мне это все кажется бессмысленным. Мне будет очень интересно посчитать. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. А особенно, знаете, у нас делают хну, делают нишан, делают еще что-то. А некоторые вообще у нас в Азербайджане делают отдельно свадьбу девушки и свадьбу парней. То есть два мероприятия подобных, для меня это вообще нокаутно, такой я точно не соглашусь никогда. А вот что касается одной такой пышной свадьбы, ну опять же, все зависит от ситуации, от конкретного человека и так далее. Ну а так, по большому счету, мне оно не надо, честно. У меня нет какой-то потребности, что я вот хочу это все. Когда мне было лет 17, наверное, я действительно мечтала об этом. Но сейчас, чем дальше, тем мне кажется, что это ерунда. И, кстати, не только я так считаю. Я заметила, что в Азербайджане уже большая часть молодежи считает так же, как и я. Даже когда я вижу там свадьбы своих каких-то знакомых через-через, они как-то в более узком кругу. Кто-то на берегу моря это все делает, как бракосочетание в европейском стиле. Но вот свадьба, на которую мама идет 25-го, она такая классическая, пышная, классная, шикарная. Поэтому мама туда отправится одна. Я решила сегодня сделать маме ноготочки, потому что в ближайшие дни, не знаю, будет ли у меня время. Потому что надо еще решить кучу вопросов, связанных с налоговой. Еще опираясь на мой предыдущий опыт гель-лака в салоне, последний, который я сделала, и чуть не осталось без пальца. Раскинув мазками, я решила, что лучше всего я сама сделаю маме гель-лак. Карвана недавно купила новые гель-лаки. Вот такой вот фирмы. Просто светоотражающие, очень красивые цвета. Я хотела у нее взять, чтобы сделать маме маникюрчик, но мама говорит, что не надо. Она не любит у нас эксперименты, любит какую-то классику, либо красный, либо какой-то нюд. В общем, не любит яркие цвета. Поэтому будем делать как всегда. И до сих пор я не купила пылесос. Кстати, я хотела его купить, но не нашла того размера, который нужен был мне. Нашла один пылесос, который был встроен в лампу. А я такой не люблю, я бы хотела отдельно. Как-нибудь на днях надо поискать. Кстати, вот фрезу беру новую. Как же я люблю этим заниматься. Вот мамины ноготочки до. Мам, какого цвета будем делать маникюрчик? Еще не знаю. Свои тоже, кстати, я хочу переделать. Но пока что что-то никак у меня руки не дойдут до своих ноготочков. Тоже как-нибудь во влоге вам обязательно покажу или сниму в шоц. Еле настроила камеру так, чтобы вам было все видно. Мне по-хорошему нужен хороший штатив. Я вроде бы его нашла на Озон. Но доставки в Азербайджан, к сожалению, нет. Поэтому приходится обходиться подручными средствами. Они очень неудобны в использовании. Купила желтый штатив, я вам показывала. Но он вообще никчемный. Он даже телефон не держит. Не то, что мою камеру. Вот так вот аккуратненько отодвинула кутикулу. Мама левой рукой пытается найти нам интересный фильм. Представляешь, а что она найдет? Вчера захожу в зал. Мама смотрит фильм. И мама мне такая говорит... Говорит, видишь ее? Сейчас говорит ее любовник захочет у нее денег. И она даст. Я не обратила внимания на это. Мы продолжили просмотр. Проходит где-то минуты 7. Ее любовник говорит, слушай, ты мне можешь дать деньги в долг? Я такая в шоке сижу. Я говорю, мам, ты этот фильм смотрела, что ли? И он такая говорит, нет, не смотрела. Просто вот эти, говорит, российские мелодрамы. У них у всех сюжет одинаковый. Если показали деньги, значит кто-то захочет. Прошло еще где-то 10-15 минут просмотра. Мама говорит, вот она выйдет замуж за этого миллионера. Потому что она приехала из деревни. А по сценарию во всех этих фильмах девушки, которые приезжают из деревень, они сразу в городе находят себе миллионеров и выходят за них замуж. Продолжила смотреть фильм. Смотрю, она реально за него замуж вышла. И у меня просто вопрос к маме. Вот зачем смотреть фильм, если ты весь сюжет от и до знаешь, что будет, как будет. Мама смотрит уже детективы и сразу говорит, убийца тот. Включила пару хороших фильмов. Но маме не особо интересно. Сидит такая, волгует. Очень примитивные фильмы, конечно. Мне такое не нравится. Я вообще фильмы не очень люблю. Я смотрю Дом 2. Очень интеллектуальный контент. Для освободаренных. И естественно, в самый ответственный момент фокус моей камеры покинул чат. Я тоже, естественно, этот момент прозевала. Продолжила снимать. И сейчас на монтаже вижу, что фокуса нет. Но ничего, это же не обучающий ролик. Я вам просто во влоге показываю процесс того, как я делаю маникюрчик. Вы наверняка видите, что он у меня получается не супер чистым. Но зато нету порезов. Это самое главное. Особенно после последнего моего посещения салона. Дальше наношу праймер. У меня вот такой от Blue Sky. Сначала наносим праймер, а затем базу. Базу наношу тонким слоем. Несмотря на то, что ногти короткие, по идее, все проносится отлично. И так я всегда люблю наносить гель. Гель я буду использовать от Runeil. Он вот такого цвета. Как раз мама, кстати, ногти тоже хочет сделать такого цвета. Может быть, просто нанесем базу? С базой подыхать, что ли? Что здесь такого? Ну, я могу и цвет нанести. Просто посмотрите, цвет очень похож. Можно сказать, даже идентичен. Вот. Ну, могу сверху еще цвет один. Один слой нанести, если хочешь. Я видела у нас девчонки, мастера. Сидят еще параллельно в ТикТоке, в прямом эфире. И показывают весь процесс, как они делают клиенту ноготочки. Я вот просто не понимаю, как они это делают. Потому что снимать безумно неудобно. Вот сейчас для меня это прям каторг. Вам переверни, пожалуйста, палец. Вот. Они прям весь процесс снимают, даже когда делают сложные дизайны. У них там стоит камера, и в прямом эфире они все это делают, показывают. Естественно, они это делают, чтобы привлечь новую аудиторию. И нет времени еще параллельно кого-то искать. Поэтому уже, когда они делают ноготочки, еще параллельно в прямом эфире. Например, мне понравились ее работы. Я бы, например, к ней бы пошла. Просто дело в том, что она живет очень далеко от меня, и вот из-за этого я бы к ней не пошла. Наношу небольшое количество геля. Распределяю по всей ногтевой пластине аккуратненько. Тоненький прям слой. Я стараюсь так делать, чтобы потом пилить не пришлось. Правда, не идеально получается, но пилить неохота. Это неприятно клиенту моему. Мамочке моей. Еще плюс мне дополнительное время неохота. Я вот, когда ходила за этим прекрасным френчем, мне девушка нанесла огромное просто количество геля. Особо не распределила, отправила в лампу. А потом целый час пилила это все дело. Было очень неприятно. Очень больно. Поэтому я стараюсь так не делать. Вроде как все ровненько. Давай маму лампу. Все, уже последние штрихи. Наносим топ. Что-то в этот раз очень быстро у нас получилось. Да. Где-то за час я управилась. Ну что, мама просто в восторге. Да. Мой любимый цвет. Очень нежненько получилось. Я уговаривала, как всегда, маму, что давай сделаем тебе дизайн. Мама ни в какую не согласилась. Ко лицу и дизайна оставь при себе. Я обойдусь. На ком мне репетировать, я даже не знаю. Но очень нежненько получилось, красиво. Спасибо, Зай. Я очень надеюсь, что сейчас камера не упадет. Сейчас мы будем с вами смывать макияж. Я просто вам покажу. У меня стоит телефон с фонариком. Чтобы он немножко светил мне в лицо. Вроде как нормально. Собираем волосы. Сегодня мы целый день дома. И обычно, когда я бываю дома, я думаю, что же мне снимать. Особо ничего интересного не происходит. Но пару дней назад я вам снимала влог, как я делаю блины. И вроде бы ничего интересного в этот день тоже не произошло. Мой обычный день. Такой, знаете, скучный. Но несмотря на то, что этот день был конкретно очень скучный, домашний. Это видео нам брало 45, по-моему, тысяч просмотров. И там офигенное удержание аудитории. Хотя влог длинный, там 20 минут. Так что я вам обычную свою повседневную жизнь буду показывать. Потому что особо, если честно, я никуда не выхожу. Хотя надо бы. Ближе к лету сама себе обещала, что больше буду гулять, визиты с подружками и так далее. Но это я постоянно себе обещаю, а потом не выполняю. Вы, наверное, будете меня ругать. Но с каждым днём я всё больше и больше задумываюсь о винирах. Особенно блогеры эти все, которые блестят своими унитазными зубами. Когда я монтирую видео, смотрю на себя, мне очень не нравятся мои зубы. И мне мама говорит, зачем ты тогда носила брекеты, если ты всё равно будешь ставить виниры. Я вот прям недавно советовалась со стоматологом. И мне сказали, что перед винирами обязательно нужно носить ещё и брекеты. Зубы должны быть ровные. Там малейшие какие-то недочёты винирами можно исправить. Но если у тебя кардинально всё криво, то это исправить не получится. Поэтому то, что я носила брекеты, это хорошо. И ничего плохого в этом нет. Не знаю, когда это будет, но я хочу прям виниры. Но я не хочу унитазные зубы. То есть я хочу максимально натуральную улыбку. Чтобы не было понятно, что у меня виниры. И сегодня я хочу попробовать вот эту масочку от Холика Холика с арбузиком. Посмотрим, насколько она эффективна. Купила я её за 4,90. То есть за 5 монат вот такая вот масочка. Честно, по большому счёту, мне всегда кажется, что эти тканевые маски пустая трата денег. Но посмотрим, убедимся в очередной раз. Она прям пахнет арбузом. Мои глаза не помещаются в эти разрезы. Как будто разрезы для азиатов. О! И как вы думаете, куда я зашла? Конечно же, на шею. Мне вообще домашние костюмчики нужны. Но я просто не знаю, покупать уже с длинным рукавом. Или может даже уже что-то летнее. Потому что скоро уже потепление. Пока это всё привезут. В общем, лазю и думаю, делать заказ или нет. Ещё мне очень нравится вот эта юбка. Безумно красивая. Но я боюсь, пока он приедет, учитывая, что я ещё живу в Азербайджане, в нём уже будет жарко. Поэтому даже не знаю. Сейчас такое время. Не знаю, летнее покупать уже или ещё зимние какие-то вещи. Но дома мне носить конкретно нечего. У меня столько одежды. Но я не выхожу из дома. Мне нужны домашние какие-то костюмчики. И удобные, и тёплые. Практичное что-то. Прошло уже чуть больше 20 минут. Я наношу вот этот крем от Клакен. Мне он очень нравится. Ну что, мои хорошие, вынуждена уже с вами попрощаться. Влог получился не сильно насыщенный. Коротенький, я думаю, скорее всего. Домашний такой. Но что поделать. Сейчас мне надо его смонтировать. И потом немножко посидеть, порисовать для бумажного канала. Сделать какую-то коллекцию. Вот. Поэтому вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.